Сторонники партии «Единая Россия» на встрече в формате круглого стола провели информационно-разъяснительную работу с представителями общественных организаций по вопросам нацпроектов. Особое внимание уделили цифровой экономике. Мы сегодня говорим о внедрении интернета, коммуникации вот этих всяких разных в нашу жизнь. Что недостает, что нужно изменить, на что нужно обратить внимание. На встрече прозвучало немало предложений по повышению компьютерной грамотности людей пожилого возраста, а также адаптации электронных сервисов, оказания услуг под эту категорию. Тот, кто выходит на пенсию, они все еще хотят работать, они все хотят быть в курсе того, что происходит, и активно пользоваться этими услугами. Им не хватает этих навыков. Поэтому уже работают такие задачи для муниципалитетов на базах библиотек, вот этих информационных центров, чтобы были созданы такие курсы для пожилых людей. Сотрудники МФЦ рассказали об основных результатах деятельности центра в области цифровой экономики, а также об удобстве и эффективности работы электронного портала государственных услуг. Отслеживать очередь. Все можно через этот портал, сидя дома. Не сидеть в очередях. В настоящий момент очень много услуг уже передано на портал, и подать их можно только с портала. Если мы зарегистрируем человека на госуслугах, вот эта учетная запись ИСЯ, она ведь универсальная. С ее помощью можно зайти как на РПГУ, региональный портал, федеральный портал госуслуг. Тот же добродел можно зайти с этой учетной записи и подавать какие-либо жалобы или предложения. В Одинцовске МФЦ по поводу подачи заявок через портал госуслуг обращаются в среднем около 100 человек в день. Здесь созданы для этого все условия, в том числе отдельные компьютеры для инвалидов. Участники круглого стола также обсудили проблемы электронных очередей и подачи документов, а также пути их решения. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.